От комитета родителей детей-аутистов в главе поступила просьба о выделении автобуса для доставки детей в школу, расположенную в хуторе «Рассвет». Там открыт единственный в Анапе специализированный класс для таких особенных учеников. Вопрос был решен тут же. Мы ждем поставку семи автобусов до 31 декабря. Как только семь автобусов мы получим, мы сможем выделить газель для подвоза ваших детей. То есть до 31 декабря вопрос может быть урегулирован? Да, да, да. Хорошо, спасибо огромное. Практически половина звонков была из Субсехского сельского округа и станицы Анапской. Местные жители пожаловались в голове на неприятные запахи, источник которых очистные сооружения водоканала. Когда северо-восток дует, люди задыхаются на объездной. Когда юго-запад, станица Анапская. Я не знаю, с каждым годом улучшений никаких нет, мне кажется, только ухудшение. По организации воздуха установили туда установку, сейчас будем тестово ее запускать. Вот этим летом ее приобрели. Водная завеса со спецраствором, по словам руководителя водоканала, будет улавливать и гасить неприятные запахи. Установка уже куплена, осталось провести пусконаладочные работы. Много было звонков и с благодарностью за новые дороги, детские площадки и зеленые зоны. У жителей Субсеха в этом году решилась давняя проблема. Наконец-то появился асфальт на улице Серебряной. Но теперь нужна благоустроенная остановка общественного транспорта. Для остановок есть требования определенные? Ну так, мы сами определили на перекрестках. Васильковая, потом Гагарина и Терешкова. Не, ну чтоб остановку поставить, надо ж место там, да? А ну, во всяком случае есть, я уже нашла. Глава поручил начальнику отдела по транспорту и связи выехать на место и определить, где возможно обустройство остановочного кармана. Еще один звонок из Анапской. Быстро растущему населению станицы необходимы детские сады и школы. Нас больше всего интересует, будет ли вообще здесь школа и сад? И когда будет? Школы невозможно, дети в три смены ходят. Ну понятно, у нас и со школами, и садиками очень большая проблема. Я сейчас не могу вам ответить по этому адресу, что, да? Ну вообще у нас в Алексеевике и в Анапске есть места, где мы зарезервировали под школы, под садики. Ну вот для этого нужно время, то есть нужен проект, нужна экспертиза, нужно выделение федеральных денег на строительство. Выявление и резервирование земельных участков под новые социальные объекты находятся на личном контроле главы города-курорта. В станице зарезервировано несколько площадок под будущее образовательное учреждение. По детский сад здесь определен участок в районе улиц Николаевской и Приопской. В соседней Алексеевской на улице Спортивной будет построена общообразовательная школа на 110 мест. На финальной стадии находится оснащение новой детсады Лазурной на 160 мест.